Первый и последний раз. Культурный центр Порт открыл новый сезон финальной выставкой сургутской художницы. Что из себя представляют работы, как стать автором персонального вернисажа и что такое современное искусство, разбиралась Виктория Алексеева. Современным искусством в живописи принято называть художественные течения, сложившиеся в конце 20 века. Тогда мастера стали уходить от привычных изобразительных средств. Противопоставляя себя модернизму, они обратились к новым способам раскрытия своих сюжетов и замыслов. Возникли свежие жанры. Культурный центр Порт уже в 8 лет поддерживает юных сургутских художников, авторов, для которых выставки являются первыми персональными. Дебютирует талантливая молодежь трижды в год. Поток вот этих творческих личностей не иссякает. И я думаю, что вот формируя такую среду, как бы он будет, по крайней мере, нет предпосылок к тому, чтобы он уменьшался. Я думаю, даже он будет увеличиваться. Каждый художник, который у нас выставляется, он находит свою аудиторию. И в зависимости от тематики и стилей выставок аудитория даже меняется в каком-то процентном соотношении. Но как бы неизменно есть такие ценители всего интересного и нового. Первой выставкой 2020 года в культурном центре Порт стала последняя художницы Алисы Хост. Девушка использовала все подручные средства – холст, картон, обои, скотч и краски. По словам сотрудников культурного центра, девушка поставила рекорд по самому минимальному возрасту автора персональной выставки. 17-летняя Алиса представила более 40 работ, которые, по собственному признанию, отражают её внутренний мир. Это была моя жизнь, мои эмоции, и то, что внутри меня было, это, собственно, то и на картинах. Каждая картина – это абсолютно разная история. Например, эту картину я писала несколько дней, то есть по времени не так долго, но эмоциональный момент создания, он занимает время. То есть я нарисую, у меня какие-то эмоции, я даже смотреть на неё не могла какое-то время. И только потом я уже как-то к ней привыкла и смогла с ней дальше работать. У работ Алисы Хост нет названий. Сделано это сознательно, чтобы не навязывать зрителю тот или иной сюжет. Каждый сам для себя объясняет содержание произведения. Девушка призналась, что самой любимой картиной является круг. На его создание времени ушло больше всего. Это была самая сложная работа из первых в плане исполнения, потому что она создана на обоих. И чтобы из обоих сделать круг – это непросто. То есть там они узкие достаточно, и чтобы сделать что-то объёмное, их нужно было склеивать, чтобы всё это ещё не разорвалось, потому что обои супер непрочные, я бы так сказала. И чтобы сделать из них ровный круг. В общем, это была целая история, как это всё создавалось. Это было нелегко, но интересно. Ещё одна притягательная работа выставки – инсталляция. По словам автора, идея возникла давно, но реализация тяжело давалась из-за нехватки материалов. Герой – сама Алиса. Этой композицией девушка показывает своё замкнутое пространство. Этакая отдельная комната, где она может самовыражаться, а затем выдавать новые произведения современного искусства. Выставка продлится до 5 февраля. А уже в эту субботу порт приглашает на школьный андеграунд. В программе выступления сургутских групп, а также участников музыкальной студии «Роза Карин». Вход свободный. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургутинтерновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова